АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Это лаборатория культуры, как вы поняли. И сегодня мы говорим о спектакле, монолог, из которого сейчас прочитала Анастасия Калиничева. Здравствуйте, Анастасия, актриса театра «Нас с Паской». И говорим мы о спектакле «Заткнись и исчезни». И представлю нашу дорогую Юлию Янушайта, которая сегодня здесь уже как на работе. Юлия Янушайта завлит театр «Нас с Паской» и тоже драматург. Здравствуй, Юля. Добрый день. А мы говорим о спектакле, который был... Премьера его состоялась в июне, насколько я помню. И он был создан в рамках лаборатории «Избранная». Разбор вещей. Ой, разбор вещей. Боже, у вас их столько, я всё время путаюсь. Разбор вещей, тема которого была герой нашего времени. И как раз Олег Лаевский, Настя Букреева и ты, Юля, тогда приходили, и мы говорили об этой теме. Ещё не знали, что вырастет тогда из этого разговора, из этого диалога. И вот появился спектакль. Он, как мне кажется, как мне показалось, поскольку у меня очень субъективный формат этой программы, на мой взгляд, он очень сильно выделяется, очень сильно заметен для меня. И поэтому я вас пригласила. И хочу сегодня поговорить. Немножко расскажу, наверное, нашим зрителям, что за формат, потому что формата, собственно, нет. С одной стороны, мы очень много и долго говорили, что у нас нет театральной журналистики в городе, и вообще нет культурной журналистики. И ты когда-то с Дашей Ткачёвой даже дискуссионный клуб по этому поводу создавала, что ну вот сейчас можно говорить, давайте говорить сколько угодно, когда угодно, с кем угодно, как можно больше. Мне этого как раз хочется. Может быть, момент не самый хороший, но что-то я не уверена, что у нас когда-то будет самое счастливое и подходящее для этого время. Вот, с другой стороны, мне очень хотелось этот спектакль, на этот спектакль посмотреть с разных совершенно позиций, то есть с разных наших профессиональных идентичностей. А Анастасия как актриса, с одной стороны, как персонаж, как героиня вот изнутри всего этого спектакля. А Юля, ты как завлит театра, как человек, который в этой лаборатории очень долго работаешь и можешь понять, и как драматург тоже, да, посмотреть на этот текст. Вот, а я как зритель, я умываю руки, я тут буду немножечко... Немножечко. Но это, опять же, не значит, что я жестко привязываю вас к каким-то профессиональным идентичностям. Если комфортно быть в любой позиции, вообще в любом каком-то отношении, вот, я буду только рада и себе тоже позволю все что угодно. Вообще, мне ужасно хочется, чтобы у нас здесь были мягкие кресла, кофеечек, торшерчик, а то мы все такие всегда официальные сидим перед этими микрофонами. В общем, расслабляемся и разговариваем, как будто мы на обсуждении после спектакля сидим в уютном буфете или где-нибудь после фестиваля разговариваем. Я даже, да, не знаю, бывает ли, ну, можно ли назвать формат разговора после спектакля всегда комфортным, потому что, то есть я была и как ведущая таких обсуждений, и как зритель, и в нашем театре, и во многих других. После сдвига мы всегда обсуждаем разговор со зрителями. И такие разговоры, это все-таки, ну, не посиделки на даче, на веранде, да, и они никогда не бывают комфортными абсолютно для всех участников, да. То есть кому-нибудь точно некомфортно. Иногда бывает некомфортно хореографам, например, танцорам, когда их что-то спрашивают, и они, то есть они уже, с одной стороны, все сказали. Танцам, телом. Да, и их еще, а что вы хотели сказать? Не бывает комфортно, иногда некомфортно зрителям, которые молчат и не хотят говорить, может быть, их внутреннее молчание связано с формой, с темой, да, им хочется в себе это унести, а из них клещами начинают вытягивать, а что вы там поняли, что вы увидели, и так далее, да. То есть я просто, ну, вступаю сразу в такой драматургический, ну, как бы, в конфликт, да, выстраивая, что, ну, как бы, такая небольшая утопия, что такие вообще обсуждения какого-то произведения может быть комфортным, если ты только не сам по себе к нему как-то относишься. Ну, то есть, мне кажется, ну, не совсем, не будет уютно всем и всегда. Хотя стремление, конечно, классное. Ну, вот стремление, мне кажется, знаешь, делать какую-то безоценочную, может быть, безоценочным образом строить вот этот разговор, да, то есть мне кажется, вот здесь хорошо, здесь плохо, здесь надо доработать, а здесь не надо. А мне кажется, не столь это важно. Мне кажется, вот в этом спектакле самая важная, в общем-то, тема, то, как она была отрефлексирована драматургом и потом всей командой, как это в спектакле потом отразилось. И, ну, наверное, какая-то специфика, потому что мне всё-таки кажется, что этот спектакль, он сильно выбивается, наверное, сейчас вот из всего репертуара. Как вам кажется? Ну, он, безусловно, выбивается. Особенно он выбивается как раз реакцией зрителя в конце. Вот Юля сейчас говорила по поводу обсуждения, там, после, не знаю, постановок разных. Ой, какой он, саунд чудесный. Прекрасно, спасибо. Вот. И вот я думаю, что после этого спектакля они бы не смогли говорить, ну, обсуждать. У меня тоже такое ощущение, да? Потому что даже когда спектакль заканчивается, возможно, дело в том, что у нас открытый финал, его как бы, он как бы есть, но он очень непонятен, и, видимо, зрителю непонятно, а сейчас закончилось или продолжается, или что сейчас происходит. И их так вбивает в кресло, и, господи, это так всегда невероятно наблюдать за этим. Я всегда за этим наблюдаю. Мы заканчиваем, и они вот так вот в кресло вот так вот вжимаются, сидят у них, у них зажато просто, ну, всё. Потом начинает отмирать тело, и потом через какое-то время, через секунд 30-40 они начинают плакать. И я понимаю, что я не говорю про тех зрителей, которые спят, они есть. Даже на этом спектакле спят. Конечно. Ну, там очень темно, это нормально, мне кажется, что... Человек устал, с работы пришёл, да? Да, Дима на самом деле, вот Дмитрий... Лимбас. Да, Лимбас, режиссёр этой постановки, он даже как-то сказал, что и пусть, и если это будет, значит, так надо. Ну, то есть нормально к этому относился он, что если кто-то будет спать, значит... Это как байка про театральных критиков существует, что театральный критик засыпает на спектакле ровно на седьмой минуте. Он за целый день набегался, и это нормально, если он спит. Он всё слышит, он всё видит. Ну да. Вот. И такие тоже есть, безусловно. Но большинство, конечно, либо люди, которые просто сейчас пытаются переварить то, что они сейчас увидели, и есть люди, которые просто плачут. И поэтому я думаю, что после этой постановки как такового обсуждения со зрителем ну, практически сделать, мне кажется, было бы невозможно. Да, при том, что иногда вот эта пауза, про которую ты говоришь, между финальной точкой и аплодисментами, или там ещё какой-то реакцией зрителей, она бывает в хороших спектаклях, да. То есть мы знаем вот это вдохнуть и тогда, например, да, среагировать. Но здесь эта пауза максимально длинная из всех. Ну то есть я видела такие спектакли, когда была похожая реакция, но к вопросу о том, что это что-то новое в нашем репертуаре, она действительно большая по времени. Когда ты в трансляцию слушаешь, всё, и вот эти 40 секунд, они иногда кажутся вечностью, потому что он действительно такой сложный, и ты не знаешь, во-первых, действительно завершился он, или ещё какая-то реплика будет, и ты не знаешь, как реагировать, и вообще можно ли этому хлопать. Вот я совершенно согласна с этим, да. Я когда позавчера посмотрела спектакль, и вот наступила эта пауза, мне очень хотелось, чтобы никто не хлопал, чтобы все спокойно встали, медленно, размеренно вышли. Но где-то с задних рядов кто-то начал аплодировать, ну, понятно, это уже такая ритуальная форма, и мне это прям вот мешало, честно скажу. Но опять же, да, мы понимаем, что мы можем не хотеть, не желать хлопать теме, да, хлопать сюжету, хлопать истории, хлопать ещё чему-то, но поблагодарить артистов иногда, поэтому иногда вот это срабатывает. Ну да, для нас очень грустно, если нам не аплодируют. Это же такая самая большая благодарность, это именно от зрителей. Ну, всё равно благодарность — это не зарплата, которая от тебя приходит, а именно отклик от зрителей. Это отзывы, которые наши зрители, спасибо им большое, очень часто пишут. Ну, не во всех театрах есть такие отклики, такое количество и такие прям, ну, хорошие отзывы. И неважно, там, да, как они отзываются, понравился им спектакль или нет. И аплодисменты, это, ну, правда, очень как-то, ну, не знаю, вот так вот мы воспитанные артисты, ну, вот нам хочется, чтобы нас поблагодарили. Тем более после такой тяжёлой постановки, потому что ты туда, ну, 150% своей энергии туда вбухиваешь, ну, вкладываешь, и так хочется получить, а тут они ещё замирают, и ты их понимаешь, ты понимаешь, что с ними в этот момент происходит. Ну, то есть ты выкладываешь настолько, что почти буквально умираешь. Да, 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 ну, потому что там уже всё, уже особенно на последнем, там уже ты просто стоишь и... Слушайте, ну, давайте перейдём, в общем-то, наверное, к самому спектаклю, к теме. И, Юль, наверное, тебя попрошу как-то соотнести вот эту тему лаборатории «Герои нашего времени». Вообще, есть ли этот герой в этом спектакле героиня, да, и насколько ты как драматург понимаешь вообще, как это отразилось, и что вообще отразилось в этом спектакле? Да, я, прежде чем ответить на вопрос, хотела просто два слова сказать, что, безусловно, спектакль отличается от других спектаклей. Ну, они все как бы, да, но мы понимаем, что вот есть какое-то лицо, есть какой-то общий стиль, но это не первый спектакль. То есть вторая лаборатория, вообще она третья, то есть первой лаборатории «Разбор вещей» мы отдали дань памяти Михаилу Угарову, который как бы работал у нас драматургом и с Афлитом, читали его тексты, да, и именно по названию его повести назвали «Лабораторию «Разбор вещей». И первая лаборатория, после которой у нас появился спектакль «Это я тебе ухо откусила», он тоже другой. И вот мне кажется, это очень важно, что эта лаборатория дает театру другие, иные спектакли, да, по атмосферу, по... Ну, это понятно, в том числе всегда встреча с новой командой, с новыми режиссерами. Мне кажется, еще очень важно, что не только тема новой команды и нового режиссера, но вот очень разное время, да, то, о чем ты говоришь. Первый спектакль, когда он был создан, второй и вот... Да, но он даже сейчас, как бы, они, оба этих спектакля, они другие, то есть... И не похожие друг на друга. И не похожие друг на друга одновременно, да, то есть мне кажется, то есть если вернуться, как бы, к началу, к лаборатории, как импульсу, который дал толчок к появлению этих текстов, этих спектаклей, очень классно, что... Ну, то есть эксперимент, он, понятно, он непредсказуем, да, и когда мы разговаривали тоже с тобой, с Лаевским, перед, ты не знаешь, каким будет результат, но то, что он второй год стабильно дает что-то принципиально новое, это уже классно, то есть это говорит о том, что этот процесс, ну, настоящий, как бы вот без поддавков, что называется. Согласна. И тема же, уже, ну, подходя к твоему вопросу, мы формулируем абсолютно школьная, да. Извини, перебью тебя, всё-таки надо сказать, что спектакль «Заткнись и исчезни», 18+, это нам всегда надо Роскомнадзору передать привет, к сожалению. Вот, продолжи, пожалуйста. Да, тему мы берём, их каждый раз формулировал Егор Чернышёв, как главный режиссёр театра, и каждый раз это были нарочитошкольные темы, то есть это фактически темы школьных сочинений. Первая — любовь, герой нашего времени, да, то есть мы помним, как бы там эти формулировки, и когда мы осенью прошлого года начинали эту лабораторию, как бы заряжать, готовить, тему отлично, классика жанра, и классно, когда после Лермонтова и там Пушкина и так далее, и так далее мы узнаем, как новое поколение драматургов, которое с нами сегодня живёт, ощущает эту тему. Но то, что мы их так подставим, не думал. Не ожидал никто, да? Не ожидал никто, и шла сейчас сюда и вспоминала у Павла Руднева, театрального критика, одного из ведущих театральных критиков России, была тема, при том, что он, в общем, бывает в своих лекциях довольно академичен, и он исследует современный театр по-настоящему, и очень хорошо знает новую пьесу. И у него была тема как раз про героя новой пьесы. Не нашего времени, да, а новой пьесы. И он говорил о том, что меняется, то есть сегодня мы говорим даже не о том, что герой негероический, то есть герой негероический, он уже и у Петрушевской негероический, он уже там ни у одного поколения драматургов как бы не выступает в классическом понимании. Он говорил о вынужденном герое, я помню хорошо. Да, о вынужденном герое, и о герое, который держит вокруг себя какой-то свой островок безопасности, и его героизм заключается в том, что вот он выстраивает границы своей ответственности. Вот, то есть как бы герой новой пьесы очень часто ищет себе в мире пятачок, пространство, и вот определяет эти границы, что вот это зона моей ответственности, а дальше уже как бы он не Дону Кихот, он не пойдет сражаться с ветряными мельницами, он не пойдет, как Жанна Дарк, там, за правду умирать, что сегодня герой другой. Это абсолютно про Настю. Да. Ну, это была идея Лары на самом деле, вот то, о чем сейчас Юля говорит. Лара Бесмертная, да, надо сказать, что драматург. Да, драматург. И абсолютно же точно мы видим зону ответственности никакой, да, гражданки никакой. Это ее квартира, это ее код, это ее герань, и вот этот маленький уютный мир, именно в понимании, что вот я отвечаю за этот цветок, я отвечаю за себя, может быть, за маму, да, с которой она коммуницирует, но которого мы не видим, и все. И то, что ее как бы выкидывает в большой мир, на эти улицы, по которым она ищет, не находит ничего, это, в общем, рок, насилие, внешние обстоятельства, под влиянием которых она вынуждена, ну, как бы, искать, а где дальше, если еще какая-то у меня зона ответственности. Она не может вернуться в свой мир, откуда ее, как бы, вот этой телеграммой выкинула. И как бы хочет вернуться, но как бы мы понимаем, что не может. И, мне кажется, на наших глазах происходит вот эта пересборка. А за что я теперь буду отвечать? Потому что понятно, что тут речь идет действительно не только и не столько о какой-то физической смерти, да, но... Ну, вообще, на самом деле, не физической, я бы даже сказала. Тут больше как раз-таки о каком-то вот, ну, самоощущении себя. А я еще хотела, вот сказала про герань, если можно, можно я немножко... Да, я хотела попросить прочитать, может быть, сначала как раз эту часть про дом, про стул, про герань, очень классно. Ага, ну, там про герань, ну, хорошо. Ну, вот этот момент. Да, хорошо, сейчас, главное потом не забыть про... Он как раз про то, о чем Юля говорила. Вот так вписываешь знакомую с двумя котами на неделю, а они остаются там на месяц, и коты ссут на твой стул. Я стираю сидушку, она с советских времен на этом стуле. Я ее сушу сутки, она высыхает, но, видимо, не совсем. Я обматываю ее пакетами, потом наволочкой, и вуаля, новая сидушка. Но она, видимо, не до конца высыхает и начинает пахнуть уже через неделю. А потом еще через неделю начинает вонять. Но как-то не хотелось обращать внимание на запах. Казалось, это просто весна. Просыпаюсь в шесть утра и первым делом вскрываю стул. И вижу плесень. Доброе утро, плесень! Стираю все это два часа, потом сушу, потом к батарее. Нет, я буду сушить тебя неделю. Сидеть в комнате теперь из принципа не буду. Буду гулять, смотреть всем в лица и вокруг. Мой вонючий стул, моя комната, мой двор, моя улица. Люди на улице шляются опять, как будто они тоже мои. Мои карманные люди. В них плюнет кто-нибудь, а я себе по лицу растираю чьи-то липкие слюни. Да что же вы толкаетесь? Подождите, не видно же нихрена, куда идти? Вот такой один из первых монологов, который, как мне кажется, очень описывает вообще её внутреннее состояние и её любовь к окружающему миру, несмотря на его несовершенство. И почему она, удивительно, почему она борется за жизнь до последнего и пытается ухватиться за всё, что только... Хотя здесь она ещё не получила извещения о том, что она умерла. Да, это ещё только как бы её какой-то... Как же это Дима говорил? Он так хорошо это объяснял, что вот с ней уже что-то не так происходит. Вот она уже понимает, что что-то происходит не то. Она это чувствует, вот, какое-то такое ощущение. И я очень люблю этот монолог в том плане, что он очень хорошо описывает вот это вот её состояние и её любовь, и любовь к людям, к её карманным людям. Я обожаю это выражение, мои карманные люди. Да, это очень классно. Здесь вот прям три момента, на которых хотелось остановиться. Во-первых, то, что она получает извещение, как мне кажется, это вот вообще не завязка, не кульминация. Это нисколько не какое-то вот событие, определяющее всё дальнейшее. Мне кажется, с самого начала спектакля, вот буквально с самого первого появления, это уже абсолютно какая-то ровная такая история. То есть для меня не является пиком вот это извещение. Мне кажется, и в спектакле это сразу, мне кажется, ощущается, то есть в постановке именно, не в тексте, а в постановке, сразу дым, сразу появление героини, сразу вот эта вот вся атмосфера. То есть мне кажется, это не какой-то такой прям вот переломный момент, о котором вот говорили на обсуждении спектакля, после которого должен характер героя меняться, развиваться и всё прочее. Нет, мне кажется, это вот абсолютно такое попадание сразу вот в этот дым, в эту вязкую какую-то реальность и в это какое-то постоянно надвигающееся на тебя, как на любого из нас, что-то огромное, какой-то гиперобъект. Есть такой философ Тимоти Мортон, у него есть понятие гиперобъекта, это то, что мы не можем либо осознать по времени, по глобальности воздействия, по тому, как оно, собственно, меняет мир. Но у него такие экологические метафоры, это там, например, радиоактивный углерод или, например, пластик. Мне кажется, то, что происходит с нами в последнее время, это тоже какой-то огромный такой вязкий, липкий гиперобъект, который мы, во-первых, не в состоянии осознать, принять, понять и не понимаем, как в нём вообще жить, да, как в нём существовать. Вот, это вот вся такая вот атмосфера спектакля. То, о чём ты говорила, Юля, перед вот этим отрывком, здесь, мне кажется, такое классное очень сочетание классической вот этой борьбы героя и внешнего мира, да, то есть вообще там ещё с Греции идущего. Но здесь очень классно вот этот, опять же, вот то, о чём говорила потом Настя про любовь и про повседневность, да, через вот этих персонажей, через её отношение к ним и через отношение с повседневностью, со стулом, с предметами, с предметным миром, есть какая-то, опять же, не противостояние, а попытка в одном существовать в каком-то, в одном мире. И она всё время вот ломается, и это всё время идёт через метафору смерти, всё время идёт какая-то попытка разорвать и вернуться, разорвать и вернуться. То есть, мне кажется, прелесть этого спектакля в том, что и в чём, ну, как бы новизна, да, этого текста и этого подхода, это процесс. Сейчас я не скажу, что, как бы, пьеса дописана и спектакль поставлен, потому что зрители и театр, и артисты, они, как бы, находятся в этом процессе. И он, как бы, не завершается с каждым спектаклем. То есть, с эпохи пандемии, да, мы говорим о турбулентности, о какой-то большой, там, ну, все используют разные метафоры, там, цунами в центре, в эпицентре которого мы оказались, да. И в этот момент тебе, ну, говорят про заземление, да, ещё про что-то. И когда ты смотришь на процесс, как драматург осмысляет, да, то есть это поток, в который ты входишь вместе с этим спектаклем. То есть наша жизнь и его развитие, его существование в репертуаре, его реакции на него зрителей и так далее. То есть это процесс, который, ну, продолжение, да. Из последенностей в театр и обратно. Да, то есть и каждый раз возвращаясь, он действительно, на него приходят некоторые зрители, вот с самой премьеры, столько раз, сколько он идёт, приходят зрители раз за разом. Вчера водили нашу гостью театрального критика в Вятский художественный музей, я поняла, что в Вятском художественном музее я за последние, там, два года, за время лаборатории, была столько раз, сколько ни разу не была, ну, в жизни. То есть каждый раз, когда кто-то приезжает, ты ведёшь кого-то туда. Да, и в музее что-то меняется, и первый раз я вчера увидела тактильную картину. Тактильная копия картины для людей слабовидящих, с ограниченными возможностями по зрению. Я стояла, как бы все ушли, а я пыталась понять. И вот я поняла, что процесс, те процессы, которые мы сейчас живём, те трансформации, которые происходят с миром, с обществом, с каждым из нас, то, что происходило на лаборатории, со спектаклем, это всё похоже на то, как мы пытаемся эту картину нащупать. И знаете, я что поняла? То есть я вижу, то есть у меня, как бы, есть возможность, я вижу сюжет, я вижу купчиху, которая пьёт чай, но я понимаю, что мои пальцы мне ничего не говорят. И что если бы у меня не было зрения, я никогда и ни за что не поняла бы, что это такое. Поняла бы, они просто уже привыкли, как бы, к пальцам. То есть дело в том, что у тебя просто, ты не владеешь этим языком. Да, ты просто не владеешь. И вот сейчас у нас у всех нет языка для... Да, 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 да. И драматург, как раз, и режиссёр, то есть они как раз оказались в ситуации, когда им дали тему, предложили, предложили, куда удали, не знаю, предложили. Вот. И они пытались ощупать, но как бы сама тема, она такая, которую сейчас невозможно сформулировать, переосознать. И это немножко напоминает попытки. То есть мы знаем, что... То есть я понимаю, что у меня... Если бы я там с раннего детства, например, или с рождения смотрела мир так, да, у меня бы был другой опыт. Но сейчас это всё равно, что зрячему человеку пытаться эту картину. То есть ни голова не складывается, ни самовар, я их вижу. Да, абсолютно. Но как бы эти пальцы мне эту информацию не дают. И вот мы сейчас, весь мир, все немножко стали вот этой тактильной копией картины, да. То есть есть мир, а мы не можем его по-старому описать, по-старому воспринимать, по-старому осознавать в смысле искусства. А даже если и пытаемся, то этот язык уже старый, не схватывает того, что происходит сейчас. Ну да, безусловно. Потому что, конечно, это и не документация, да. Хотя мне вот, кстати, интересно спросить. То есть я знаю, например... Мне тоже интересно. Я тоже хотела спросить. Я просто думаю, что мы так с вами быстро и далеко побежали. И мне ужасно интересно. Надо, наверное, все-таки нашим зрителям немножечко сказать, что в спектакле, как вы по первому монологу Насте слышали, о героине приходит уведомление, что она якобы умерла. И вот весь все дальнейшее ее существование, весь ее путь, он связан с вот этим пониманием. То есть это метафора и реальная ли это смерть. Понятно, что это все довольно условное, да. Здесь нет какого-то там буквального умирания. Ну, это, наверное, абсурдистская в какой-то степени пьеса. Да, там, безусловно. И кавки очень много. И кавки, и мифов греческих очень много. Там невероятное количество прелестных отсылок даже к современной драме. Там пьеса у Юры Сорокина, помнишь, была, где у него чеки и вот это описание товаров. То есть здесь еще тоже идет по нарастающей, вот это бесконечное повышение цен через несколько повторов, рефренов. Оно... Ничего не надо говорить, да. То есть понятно, какое будущее будет. Вот. И, прости, да, перебила вас. Давайте вернемся, наверное, вот к тому моменту. К моменту смерти. Ты как раз тоже начала говорить о том, что это смерть небуквальная, да. То, что это ты начала рассказывать и хотела высказать какую-то мысль. Или можешь к другой какой-то вернуться. На самом деле я хотела, да. Но тут не имеет значения фактическое, то есть настоящая она или духовная только лишь. Конечно, здесь, ну, как бы, как и Лара тоже говорила, это больше такое, я как бы пытаюсь найти себя в этом пространстве, в этом мире и понять, как сейчас существовать. То есть я как бы вроде бы... Меня как будто бы... Я как будто бы умерла духовно. Как какое-то есть вот это вот... Ну, это очень часто похоже на какое-то депрессивное, наверное, состояние, возможно. Но к этому... К этой истории можно относиться, наверное, как к фактической смерти. Можно, наверное, и так. Здесь нет чётких ответов. Тут как бы их нет, и мне это нравится. Мне кажется, что это прелестно, потому что тогда у нас очень круто работает ещё больше воображение. То есть тут, ну, да, да, есть такая тенденция в современном театре это не давать чётких ответов, чтобы зритель смотрел и что-то себе там сам допридумывал. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Это нормально, мне кажется. Вот. Я хотела рассказать по поводу героини. У всех просто возник... Ну, не у всех, но у многих возникает вопрос. Почему героиня никакая всё время с этой героинью таскается? Что она в ней нашла? Она что, гринписевец? Я как-то раз это услышала. А можно пока ты ещё ничего не делала? Я когда смотрела спектакль, у меня прямая ассоциация девочкой из Леона. Вот они вот со своим фикусом и этот с пистолетом, друг её был. Да, это тоже ассоциация, я её тоже слышала. Как бы есть разные, но для меня, конечно, это всё произошло не специально. Обычно у нас как-то это так, ну, на репетицию Марина Викторовна принесла герань в сумке, это был просто реквизит, и мы как-то там рандомным образом, вот, прикольно, смотри, герань, давай её возьмём, и вот мы что-то от неё всё никак не могли, и тут с геранью я, и там, и нам так нравилось. А потом я поняла, почему... Ну, так бывает, бывают какие-то вещи, приходят неосознанно, а потом ты их начинаешь задумывать и понимаешь, почему вдруг эта герань существует. Я... Для меня эта герань, она как самое живое, это единственное живое, что есть в этом мире. И я через это живое пытаюсь стать, ну, как раз, ну, стать живой. То есть я же за что борюсь? За то, чтобы у меня сердце застучало, чтобы я стала, я наконец-то стала, как это дерево, зелёное, красивое, свежее, пахнущее, безумно вкусно пахнет эта герань. И как бы для меня вот это вот как один из способов, да, стать живой. Понятно, я хватаюсь за людей, я хватаюсь за этот вонючий стул, который где-то там есть, но я до него не могу добраться. Но вот эта герань, это вот как бы какая-то надежда, что вот она живая, она в этом мире живая. Значит, и я живая в этом мире. А, очень классно. Ну, то есть такая какая-то аллегория. Всегда хотела просто о ней рассказать. Да, при том, что я точно помню, что Дима говорил, что очень хорошо, чтобы на сцене был реально, ну, то есть... Живой. Живой, да, да. Потому что в театре больше всего я ненавижу пластиковые цветы, в любом театре. Я не могу... Вот они как раз со смертью ассоциируются. Да, с пакаронами, с пластбищами и семьями. При том, что мы понимаем, что есть какие-то визуальные эффекты на сцене, и что вроде они из зала не выглядят. Но, извините меня, если живая Роза, она живая и на сцене. Когда артистам дарят живые цветы, ты понимаешь, что это не пластиковые, с которыми они только что играли там Шекспира. И вот пластиковые цветы, я не знаю. Я тоже не переношу. Не переношу. Мне кажется, или вообще без цветов, или уже живые. Да, я согласна с тобой абсолютно. Они энергию другую дают. Театр же — это всё энергии, энергии. И когда ты держишь ненастоящие цветы, и сразу понимаешь, блин, это всё не по-настоящему. Такие поддавки, да? Поддавки. И думаешь, да блин, ну ё-моё, может тут как бы... А ещё очень классно то, что актриса принесла на репетиции, то, что вот такой танец с реальностью, то, что ты через случайно принесил на предмет, вдруг понимаешь, что это самое главное, ну, во многом самое главное для тебя. Я, наверное, попрошу ещё дальше чуть-чуть пойти по тексту, но перед этим ещё, чтобы не забыть, тоже скажу своё отношение вот к тому, на самом деле ли эта смерть происходит. Я уже говорила тогда на обсуждении после спектакля, когда посмотрела, что для меня это... Всё, что вы говорите, это тоже, да, это тоже абсолютно легитимное понимание. Но для меня это было не смерть, а смерть как потеря субъектности, как то, что вот есть человек, у него есть неотъемлемое право человеческого, да, он субъектен, он активен. Здесь героиня его теряет. Во-первых, её лишают этой субъектности, да, некие институции, которые отправляют ей справку, которые ей доказывают, ну, вот видно, всем этим бюрократическим языком все прекрасно понимают, там, о чём речь, которые просто убеждают её, что она на самом деле умерла. И со всеми остальными, ну да, начальство сказало, значит, так и есть, да, то есть подтверждение вот этого странного социума, где, собственно, мнение формируется не тем, что ты очевидно видишь глазами, да, а тем, как начальство сказало, так, значит так, значит правильно, бумажка есть, бумажка есть, бумажка есть, всё, да. И она всё время пытается вернуть себе вот эту субъектность, и вот это то, что я жива и я есть, это прямо, ну, рефреном, конечно, идёт через весь спектакль. Вот. Да, да, безусловно, я абсолютно согласна. Я ещё тогда, когда вы говорили, после обсуждения тоже сидела, да, да, спасибо, что вы это говорите. Да. Потому что я так, ну, не всё я могу сформулировать. Я проводник, я лишь проводник между режиссёром. Ну, на самом деле, нет, сейчас у тебя полная свобода быть кем угодным. И ты, то, что ты сейчас говоришь, это уже не проводничество, это как раз анализ рефлексей, это твоё, мне кажется, очень много мнения. Поэтому говорим всё, что угодно. Да, и вот через отражение, опять же, через персонажей, то, что мы обсуждали тогда, да, это же не её, ну, скажем, друзья, близкие какие-то, только мама, да, там явно какие-то несимпатичные такие люди, но она всё равно через них пытается, опять же, вернуть себя. Она пытается через отстраивание чувств каких-то отношений к ним, она пытается вернуть себя и свою вот эту субъектность. И там действительно про персонажей можно отдельно много говорить, они классные, каждый из них, каждый герой прекрасен совершенно. Вот, может, ещё поговорим, но, может, сейчас ещё почитаем, чуть-чуть дальше по сюжету пойдём, что бы тебе хотелось, какой может быть. Давайте по порядку. Спокойно, просто держи себя в руках. Вдох, выдох. Одна дверь, другая, третья, вдох. Вот так живёшь-живёшь, никого не трогаешь. Выдох. Ну, ну, аж иногда, что угораздило же, блин, родиться именно сейчас, именно в этой маленькой точке земли. А если бы Бог промахнулся? Ну, хотя бы на сантиметр. Жила бы я сейчас где-то, где круглый год солнца и по утрам пахнет кофе и булками, потому что ничем другим там пахнуть не может. Вдох. Выдох. Но стоит только наступить себе на горло и сказать, «Окей, Бог, что у тебя там, показывай». Это? Ха, даже так? Ну, ладно, жить можно, сойдёт. Да здравствуют ссаные коты. В принципе-то и воняет не слишком сильно. Выдох. Вот тогда случается что-то такое, ну, прям такое. Вот это-то уже чересчур. Так, короче, лицо кирпичом и захожу. И можно даже дальше вот как раз. Где она как раз? Я есть. Я есть. Я есть. Я есть, потому что ветер в ушах свистит. Я есть, потому что хрустят колени. Я бегу и двигаю ногами землю. Планета крутится, потому что я есть. Никто не видит, что ли, что я сейчас задохнусь? Ладно, я нормальная. Я есть. Я как вы. Я спешу на рабочую встречу. Я очень деловая. Дайте пройти. Всё в порядке у меня. Сделаю вид, что говорю по телефону. У меня вообще всё зашибись. Весна, солнце, воздух, долбанный отпечаток, пальцы не работает, ничего. Мамочка, здравствуй. Я тут бегу и что-то тебе говорю. Отлично. Спасибо. Абсурд. Но это абсурд, который, опять же, в чём, какой эпитет выбрать? Грандиозность, гениальность, точность? Ни в чём себе не отказывай. Мы не боимся пафосных слов. У автора, у Лары Бессмертной. Потому что дело же не в документализме. Дело не в фиксировании реальности, или времени, или эпохи, или ещё что-то. Потому что, опять же, когда мы говорим о том, что очень много к чему отсылает, к каким текстам, пьесам, мировой литературе, мы понимаем, что это, ну, как бы, часть процесса, да? Ну, как бы, это не прям что-то новое, но это абсолютное попадание в очень многих сегодняшних людей, в их самоощущения, вот прямо буквально. Потому что, да, когда я есть, я есть, вдох-выдох. И это то, как мы живём в последнее время. Вчера уже из театра выходим, вечером, там, 10-й час, парк, мокрый дождь, и машину завалило листьями, просто вот, ну, ворох листьев. Я их смахиваю щёткой, я есть, я есть. То есть вот листья — это всё, что нам даёт ощущение того, что мы живые, да? Ты не поверишь, извини, перебиви. Я буквально перед программой стояла, вот здесь у нас на крылечке, и деревья осыпаются, и они мне прямо в лицо, вот так вот эти листья падают тоже. И у меня тоже эта фраза. Я здесь, я здесь. Ну, вот они, эти листья, ну, вот она, эта реальность, она здесь. Да-да-да. То есть все мы пытаемся ухватиться за что-то. При том, что мне очень классно, то есть когда мы говорим про метафору, это прекрасно, но есть потрясающие кейсы, когда мы понимаем, что всё это имеет отношение к нашей непосредственной реальности, да, когда мёртвые люди получают сколько угодно из-за какого, ну, как бы из-за несовершенства документа оборота в нашей стране уже мёртвые люди получают какие-то уведомления, квитанции, налоги и так далее. А жизнь мёртвых людей в соцсетях продолжающаяся. Да, но мы к этому уже, да, привыкли, и иногда, когда выскакивает поздравление с днём рождения человека, которого нет уже три года... Я очень вздрагиваюсь. Да, но как-то, не знаю, то есть мне кажется, очень сильно и резко мы это вздрагивали в самом начале, когда мы к этому ещё не привыкли, и когда мы не знали, что так может быть. Сейчас мы уже знаем, что так может быть, и это уже, ну, воспринимается не настолько, то есть всё равно остро, но не настолько. Я просто вспоминала, когда мы говорим про разный опыт, мы говорим про разный и зрительский опыт, то есть мы же смотрим не только изнутри, но как бы я вспоминала одну историю, когда человек был мёртв в сутки, официально, в публичном пространстве, в медиа он был мёртв... Ты не про Жириновского, случайно? Ну, это был второй. С ним я уже смеялась, потому что я пережила вот год назад. Это был коллега-журналист, ну, просто кто знает, тот знает, что называется, не буду вслух называть эту фамилию. Мы сутки переживали его смерть. Официально по всем медиа, по всем этим сообщили, что всё, застрелян, убит. И какая буря поднялась в душе, и как ты это пережил, и через сутки он оказался живой. Это была там, значит, какая-то провокация, спецоперация, ещё что-то. То есть это не значит, чтобы предотвратить... Ну, то есть сложная схема, не суть. Но главное, что... То есть когда человек считается мёртвым сегодня, вот если буквально говорить, да, не метафорически, не душевно, когда о его смерти официально сообщили в медиа. Так вот, когда ты один раз уже пережил этот шок, что оказывается, человек сутки может быть мёртвым официально, да, то есть все медиа, все каналы, все паблики и так далее сообщили, что он умер. Через сутки выяснилось, что он не умер. И с Жириновским это был второй кейс, поэтому он уже тоже не так остро. То есть я понимаю, ну как бы... Всё, умер. Так, не умер. Ну ок. То есть мы понимаем, да, что сейчас это всё происходит не в момент даже получения справки. Как только официально произнесли там диктор какой-то, что ты умер, то есть ты умер. То есть мы понимаем, что не на пустом месте, да, что эти опыты... И в этот момент иногда... А я понимаю, что очень много в тексте таких пасхалок, и каждый зритель в соответствии со своим опытом кому-то ближе одно, кому-то ближе другое. Ну да, абсолютно, действительно, ты права, что там много и каких-то уже очень знакомых вещей, которые, ну, неизбежно приходят на ум с темой смерти, да, то есть вот это не оглядывайся, да, не оборачивайся. Где у нас нельзя было оборачиваться? Сорфеев, да, когда он за евредикой спускался, да? То есть и какие-то вот эти вот вещи, которые прямо сейчас происходят, и очень классные какие-то. И то, что ты говорила о документальности, я, насколько поняла, ваши какие-то предложения, ваши какие-то реплики Лара же вносила, да, в текст пьесы? Ну, мы очень много разговаривали, мы разговаривали о том вообще... Ох, сейчас бы вспомнить. О том, что такое для нас герой именно нашего времени. Дима говорил, заботен, что... Он сказал тогда эту реплику, что вот с нами много разговаривали, и какие-то наши истории брали. Насчёт историй от нас как от актёров не смогу вспомнить. Возможно, такое есть. Вот. Если Дима заботен сказал, значит, скорее всего, может быть даже, да, что-то. Знаю точно, что много взято из историй именно Димы Лимбаса, это режиссёра, и самой Лары. Лара разговаривала со многими людьми, то есть какими-то... То есть не с актёрами, а просто там со знакомыми, брала там интервью или ещё что-то. Вот. Точно знаю, что история последняя, которую Александр Трясцин читает про... Я бы мог ударить собаку. Иногда так... Ну, я не могу ударить даже собаку, хотя иногда очень хочется, но рука не поднимается. И он там говорит, что... Ты не смотри, я просто выгляжу так, что я такой большой, страшный там, да, ну, как бы пугаю. А на самом деле я очень маленький, ну, как бы беззащитный там всё такое. Вот. Эта история точно, я знаю, она от охранника. Вот. И есть ещё как бы там про стул, стул с плесенью, это вообще... Я как бы не буду говорить, чьи конкретные истории, но просто скажу, что эта история точно, она прям, ну, реального человека, действительно. У человека действительно осталась подруга с котами, и они обоссали весь стул, а стул был очень старый, с советских времён, а он его очень... Не знаю, то ли этот человек любил этот стул, то ли не любил, непонятно, но почему-то ему казалось, что я лучше сохраню этот стул и сделаю всё возможное, обмотаю его пакетами, высушу, но я его сохраню, чем я пойду, выкину и куплю новый стул. То есть это реальная история, это всё как бы не выдумано абсолютно, хотя мне почему-то казалось, что выдумано. Получается очень классно, да, вот эта многослойность такая, и документальность. Это переосмысление всё равно художественно идёт, то есть мы не говорим тут о вербатиме в чистом виде. Безусловно, да, здесь добавление вот этих слоёв документальности, рефлексии, мифов, и всё это упаковано ещё в сурдистскую историю с умиранием на самом деле, не умиранием, и вот это, получается, даёт такие, может быть, для кого-то некомфортные моменты, опять же, непонимания, да, где сюжет, где завязка, где развязка, где кульминация, как, чем всё заканчивается, ну и слава богу, да, здесь чем меньше какой-то конкретики, чем меньше какого-то пояснения, а вот это так, делать надо так. С героиней происходит то-то, то-то, и вывод в конце. Ну и слава богу, что всего этого в этом спектакле нет. Почитаем ещё? Можно ещё скажу, вот по поводу, я прочитала там, я есть, потому что ветер в ушах свистит, я есть, потому что хрустят колени, и всё такое. Мне кажется, это самая такая, прямо одна из главных мыслей. Я хочу уточнить, у меня мама актриса, и она тоже и как бы драматурка, и актриса, и режиссёр, и всем работает. А где? В Казани, в казанском тюзи. Привет маме. Да, привет маме. Она, когда посмотрела эскиз спектакля, когда у нас был эскиз спектакля, он был без названия, было три звёздочки. И первое, что она сказала, она была восхищена, хотя ей не всё нравится, я почему-то думала, что ей не понравится, но она была прям восхищена, она сказала, что этот текст безумно, столько иронии, столько... Сейчас почему-то зритель не смеётся. Мне так непонятно, там есть столько смешных моментов, потому что когда у нас была сдача эскизы, у нас смеялись все просто, ну правда, у нас все смеялись, говорили, что это очень смешно. Может быть, когда это был эскиз, может быть, работа была полегче, сейчас, может быть, мы как-то её нагрузили, хотя вроде не особо что-то поменяли. Ну, не так прям сильно Видимо, время Я тоже думаю, что, возможно, из-за времени Хотя там тоже была уже ситуация Но все-таки после 20 сентября Мы на какой-то другой виток перешли Перешли, и поэтому уже Никто смеяться не может на эти абсурдные темы Вот, и она сказала Я говорю, слушай, вот как бы ты Назвала эту работу? Она у нас без названия Она говорит, вам надо назвать эту работу Вот прям вот топи за то Чтобы ее так назвали Я есть, вот прям я есть Это самое будет правильное название Вот, потом я ей сказала, конечно Что название, к сожалению, я топила Я топила, я говорила, я говорю, пожалуйста, давайте А мне тоже она нравится, я тоже так считаю Мне кажется, что это, ну вот Это о том, что Она есть, мы есть И вы сейчас просто тоже говорили Об этих листьях, листьях в лицо Я убираю листья с машины И мы сейчас все живем в этом, как бы И говорим, я есть Я каждый раз ложусь спать, и я говорю, господи, спасибо тебе за этот день Спасибо, что я есть Я сегодня есть И я тебя прошу, да, чтобы я была завтра Сейчас все молятся Боженька, видимо, не справляется При том, что Как сказала актриса, да? Да, да Мы не очень уверены, что мы были вчера Или что это были мы И не очень уверены, что мы будем завтра Ну вот я есть Здесь и сейчас Это вот как раз ощущение Классное здесь и сейчас Которое в современном театре и искусстве Очень важное значение имеет Здесь и сейчас Да Ну что, наверное, закончим? Да? У нас еще два отрывочка Да, небольшие Можем их вместе, да? Да, прочитать Наверное, не знаю Сейчас прочитаем, посмотрим Ну как чувствуешь? Как чувствуешь? Давай Так Да вижу я, вижу, блин Я не буду плакать Это вообще фигня Это все не по-настоящему Вот наушники всегда пропадают Или ключи, или деньги Особенно деньги, кстати Была кошка Буся Тоже пропала Мне сказали, что убежала А ее сосед случайно дверью пришиб И все, и насмерть Или вот папа Папа вообще сразу пропал Тут уж ищи, не ищи Че с него взять-то? Но не улицы же Целые улицы не пропадают Меня туда из роддома принесли Меня там каждая травинка помнит И подъезд, в котором мы со Славиком целовались И замочная скважина И вонючий стул Так не бывает, понятно? Мне вообще все равно Слышь, сердце? Стучи давай, стучи Я не плачу, не плачу я Я не плачу Нет, я бы не хотела их соединять Давай мы его в конце финально зачитаем И потом попрощаемся Как у нас началось С твоего монолога Да, но мне кажется Здесь просто даже, наверное, Комментарии не нужны В каждом, особенно в работе С пространством, с городом, с описанием Здесь все абсолютно слышимо То есть как мы ощущаем теперь Наличие или отсутствие пропаж Того, что было раньше Улиц, городов Улиц, городов, пространство Как и в предыдущем тоже отрывке было Перепутай бог там На пару сантиметров Я родилась бы совсем в другом месте И вот это желание прекрасного места Где пахнет только кофе Ничего больше нет Вот это внутреннее желание Жить в каком-то уютном, мирном Тёплом, кофейном месте А я бы хотела Вот тут сопоставить Вот этих два текста С которого я начала Не про извещение А первый вот этот монолог То есть там Вот про этот стул Была история Что вот на сале кошки Всё такое Я не хочу Я хочу Не хочу сидеть дома Я пойду гулять И смотреть на моих Любимых карманных людей Всё Это то, что её выгнало Грубо говоря Из дома Этот запах Она не могла уже больше сидеть Она ненавидит этот стул Потому что ничего не получается Не получается его спасти И вот здесь Когда она понимает Что Тут она понимает Что Она уже готова Даже к этому стулу Вернуться вонючему Только бы он был Потому что это напоминает О её жизни Потому что если она почувствует Всё Вот Вот это Мне кажется Очень показывает Насколько она довела Её довели Точнее Вот этим Что да Ты умерла Ты умерла Всё Мы готовы ухватиться А Хорошо Вот Я поняла Это с нашим временем Очень схоже С пандемией Давайте То есть это же Об этом все шутят Вспомним счастливое время Да Да Вспомним То есть это вот об этом же Там вонючий стул Я ухожу Это ужасно Сейчас тоже в тиктоке Видела видео Увидела видео По поводу того Что Были счастливые времена Очень классные Были времена Диалог между двумя мужчинами И второй мужчина говорит Да Они были А как так произошло Почему я их пропустила Эти счастливые времена Ну как Ну вспомни Вот когда пандемия была Ну все еще говорили Что плохо было А Ну так это было Самое лучшее время Вот как бы Это из этой же серии Что мы сейчас готовы Вернуться туда Сидеть дома Слушайте Это было правда Классное время Для меня это было Очень классное время Я сидела дома Получала зарплату Занималась творчеством Ну все равно Я постоянно занималась Творчеством Я искала эти моменты Как можно И сидя дома Заниматься Да Там нести театр В культуру Все равно Как бы Ну не можем Мы по другому Вот Классное было время А мы все жаловались И вот это из этой же серии Ну опять же Вот сейчас подумала С одной стороны Да Какая-то вещь Которая нас возвращает Которая нас заземляет Которая дает Почувствовать Однажды Мой супруг Артист Кировского драмтеатра Сказал Слушай Ну ты такой раб Своих привычек Да То есть это иногда И не очень хорошо Да Я помню У меня есть Любимая чайная ложка Я возвращаюсь домой Вот как она К этому стулу К любви То есть я дома Когда я У меня эта ложка в руках Чайная Но иногда Это играет с нами Скверные шутки Да Когда Сложно проститься Со своей Ну Зоной комфорта Да Ну да Ну по сути Ну как бы То есть сейчас Многое же говорили Что мы сами Оттуда должны Сейчас такие Раз Под воздействием внешних Ну вот здесь еще Мне хотелось вспомнить Опять же С момента обсуждения Очень классный Вот мы говорим Про время Да Вспомнили про эпоху пандемии И про то Как соотносится Восприятие Опять же Текста Сейчас То что мы говорили То что критика Ирина Забросила эту мысль Которая на самом деле Мне раньше Очень нравилась То что должно Должна быть Дистанция Между текстом Между каким-то событием И его осмыслением То есть вот Либо Текст актуален О пандемии О чем-то еще Что с нами происходит Либо прямо в моменте Но он не отрефлексирован Больше похож на отражение На фиксацию На документ На свидетельство И он вот в этот момент Тогда срабатывает Либо должно пройти Ну как минимум Несколько лет Чтобы можно было Уже с какой-то метапозицией На него смотреть На то что происходило В то время И тогда только Он будет Ну более-менее Наверное Качественным Вот Мне кажется Что здесь не работает Ну ни то ни другое Потому что А когда проходит время Ты уже Абсолютно не помнишь Всего что происходило С тобой тогда И ты Домысливаешь Ты достраиваешь Ты уже Наложил Опять же Огромную кучу Каких-то коллективных Практик мировоззрений Которые ты услышал То что ты прочитал Вот И уже это ты Да И ты уже смотришь На происходящее Тогда Совершенно под рук Как Ирина тогда сказала Мифилогизируется То есть то, что ты сейчас говоришь Что тебе было классно Тогда в то время Вполне возможно Что уже очень многое забыто Страх Там Боязнь заразится И вот эти вот все вещи Сейчас происходит Переосмысление Искажение того Как мы И почему я сказала Что этот текст Этот спектакль Это процесс Который происходит Потому что Это как раз Новый подход Да Попытка Зафиксировать Не документально Которое Сейчас С одной стороны Огромное Огромное количество Какой-то Документальных В фотографиях Нашего Года В каких-то Еще вещах То есть Это Не про фиксацию Документальности И нет Этого Зазора Абсолютно Когда Ты уже Пережил И можешь Что-то Внятное Сказать Как это было А Прелесть этого текста И почему я говорю Что это процесс Это Как раз Мы видим В этом тексте В его структуре В его неровности В его Незавершенности В его Ну Несовершенстве Не в том смысле Что Что он Обладает Какими-то Недостатками Художественными Да Но в этой Казалось бы Рваной Потому что Лаевский Когда сказал Ты когда Типа Прочитала Все три текста Какой тебе Больше всего Он был Вот эта пьеса Была самая маленькая Там было Ну типа Полторы Может две с половиной Страницы Она еще вообще Я говорю Вот этот Вот из всех трех текстов Вот этот говорю Когда еще Это был Там второй Третий день Лаборатории Потому что Вот это рваное Даже не вспышками А вот По синтаксису По По дыханию Этого текста Он абсолютно Попадает В это время И мы через него Сможем восстановить Свои ощущения От этого То есть это Ну в каком-то ином смысле Документальность То есть я согласна Потому что я например Ну то есть принцип Псевдоактуальности Да Когда мы ищем что-то Чтобы там Это всегда чувствуется Это всегда чувствуется Да Плюс Как это Вечером Утром Вечером в куплете Утром в газете Или наоборот Да То есть Мы такой подход Никогда не любили И его здесь нет Да И его не хочется И опять же Мы видим Что этот текст Возникает Из зоны немоты Когда Опять же По стилистике По языку Он очень такой Да Когда мы понимаем Что Вот С самых первых слов Он Это попытка Говорения Здесь и сейчас Я здесь Я здесь Да То есть он Он вот в этом смысле Такой классный Потому что Например Ну когда мы говорим О фиксации Один из драматургов Которого я нежно люблю Сказал Очень точное наблюдение Мы знаем Огромное количество Текстов Художественных фильмов И других произведений О Великой Отечественной войне То есть Очень Точно Художественно Описано Осмысленно Первый день Вот это объявление По радио Мы видим это На фотографиях Мы видим это В живописи Мы видим это В кино Вот этот ужас Вот эти ощущения людей А потом Мы уже видим Страдания Мы видим Там значит Либо тыл Либо фронт Либо еще что-то Какой-то процесс Но как Вот То есть По его наблюдениям Неотрефиксированным Остался переход людей То есть Ужас зафиксирован А потом зафиксирована Великая Отечественная война Или там Как часть Вторая мировая А процесс Осознания Который пришел За ужасом Он оказался Не зафиксирован Да То есть Мы знаем Про карточки Мы знаем Про пайки Мы знаем Про блокаду Мы знаем Про огромное количество Чего-то Что происходило Бытовое И так далее Да А гидбригады Которые артисты Да То есть Все как бы Мы это знаем Но есть какой-то Кусок Который Выпал Вообще Из Потому что Очень многие Тексты писались Потом И вот это Осталось Неотрефиксированным И художественно Неотрефиксированным И очень многие Это к слову О документализме Пытались начать Вести дневники Да Сегодня Причем Такие Ну как бы Прям Физические Да То есть Не онлайн А бумажные Да Но ведь Кто-то и не смог Потому что Ну понятно Что Первое Что ощущает Художник В такие времена Это потребность Зафиксировать И кто-то Говорит Свидетельствуйте Да То есть Как бы Описывайте Ежедневно Что вы видите Что вы чувствуете Потому что Это важно Потому что Когда Мир изменится И когда мы Из этой зоны Турбулентности Выйдем Мы должны будем Обладать каким-то Материалом Каким-то Фактологическим И другим Чтобы его Начинать Анализировать Осмыслять Пере Как бы То есть Кто-то смог А кто-то нет Потому что Невозможность Говорить Она Ну как бы Это то С чем мы столкнулись Да И вот как раз Этот текст Мне кажется Очень классно По своей лексике Языку Пунктуации Ощущению Дыхания Он очень такой Вот Здесь вот На эту тему Даже есть Своеобразная Дискуссия И несогласие С правомощностью Свидетельствования И документации Потому что То о чем Мы говорим Да Вот об этом Провале Это ну Из классической Травмостадис Это Я часто люблю Это повторять Это наблюдения Которые Основаны были Сначала на исследованиях Фрейда Тех кто пережил Первую мировую Тех кто пережил Травматический синдром У людей Наступала Вот эта Анимата Да То есть Не было языка Описания То есть У Фрейда Это все В психоаналитических Психиатрических Симптомах Да Как это проявлялось А потом Это стало Ну Какой-то Определенный Метафор Аниматы И об этом Очень много Опять же Да Художественных Произведений Фильм Шуа И все Что связано С травмой Памятью И Как будто бы Даже Не Этично Ну По мнению Некоторых Да Сейчас В моменте Пытаться Как-то Это Отрефлексировать И в какую-то Коробочку Положить Да То есть В какую-то Вот это назвать Вот это Вот это Вот это Вот это Такое чувство Да Вот здесь Такое переживание Травмой Ну так безоценности Как раз Да То есть Может быть Пробовать Это делать Да Тут-то как раз Говорится о том Что необходимо Время Да То есть Очень-очень-очень Большой Какой-то Временной Промежуток Чтобы Иметь право Об этом говорить Иметь право Как-то это Потому что Я-то как раз Считаю Что здесь Не Все равно Не столько О Как раз таки Конкретной Той ситуации Которая сейчас Происходит Она Мне почему Нравится этот текст Да и вообще Когда мы его Только-только Прочитали Все так загрузились Вторая репетиция По-моему была Или третья А мне прям Так зажгло Я там Вау Это же так круто Классно Классно И все там А ты чего Ну типа О чем Почему мы должны Жалеть эту героиню Почему Вообще Я говорю Да потому что Она любит Людей Вопреки Всем трудностям Ребята Вы что И как бы Конечно Я актерски Я там делала Какие-то пробы И Дима конечно Говорю О не-не-не Я там Как какие-то странные Там сразу Прямолинейные Делала вещи Вот И конечно Дима там уже Меня как-то направил И сделал этого Маленького человека Тут именно Вот этот маленький Человек Который любит И все-таки Я бы не стала Так сильно углубляться В проблему Нашего сегодняшнего Понятно Мы всегда смотрим С призмой Это понятно Но Я уверена Что даже Когда эта Турбулентность Закончится Мы выйдем Из этой зоны Турбулентности Эта пьеса Будет Все равно Актуальна Потому что Здесь нет Никаких четких Ответов Опять-таки Это то Почему мне нравится Наш мир Разделился Сейчас Мы все разделились К сожалению На какие-то У каждого Свои позиции Это нормально А эта пьеса Она объединяет Потому что Здесь никто Никого Не делит Не делит Тут непонятно В этом и прелесть Тут непонятно Кто здесь мертвый Кто здесь живой Кто здесь за Кто здесь против Тут не несется Никакого точного ответа Драматургам То есть Посмотрев эту пьесу Этот спектакль Я не думаю Что у зрителя Возникает Там Типа Ага Она вот так Вот относится К этому Ко всему Ну все понятно И как бы Тут нет этого Здесь абсолютно Просто Мое ощущение И оно настолько Сейчас Вот Надо понять Что мы сейчас Все объединены Этим непонятным Ощущением Потерянности Потерянности Не важно Какое у тебя Мнение Мы сейчас Все потеряны И эта героиня Она тоже Как бы Какая Никакая Вот Она тоже потеряна И Мы бываем В таком состоянии Не только Когда происходит Эта зона Трабулин Конечно Будем так говорить То есть На самом деле Такие ситуации Бывают Вообще Там даже Когда там Я не знаю Когда у меня Был девятый класс Там ОГЭ Да был У меня тоже была Вот эта вот потерянность Я тоже не понимала Что происходит Все там Кто-то Мир разделился Кто-то еще Беззаботно учится И у него до экзаменов Еще куча времени А кто-то уже работает И ему пофиг А я нахожусь Вот в этом Вот в каком-то Вот у меня экзамены Кто я Где я Я мертв Я жив То есть Можно на самом деле Этих моментов Мне чем и нравится Эта пьеса Что этих моментов Можно Ну как бы Найти в жизни Очень много И не обязательно Это связано Конкретно с нашей Вот да Понятно Ситуацией в мире Вот О чем я хотела сказать Хорошо Юля просила В три часа Отпустить Вот Но мы сейчас Уже немножечко Выскочили За это время Поэтому мне кажется Что мы Можем еще Очень много Говорить об этом спектакле Но наверное Надо в какой-то момент Сделать паузу И наверное Даже не паузу А может быть Какой-то финальной точкой Я попрошу Прочитать Настю Финальную Реплику И на этом Мы попрощаемся Я думаю Можем даже сейчас Попрощаться А потом Финал спектакля И все закончилось Всем спасибо Всем пока Я бы хотела Ничего не чувствовать Не ошибаться Не опаздывать Никого не обижать Ничего не портить Не получается Блин Простите Если это все Из-за меня Я столько всего могу Но ничего не умею Но я Хотя бы Стараюсь быть лучше Я есть Вы просто Еще не поняли Вы есть Пока я есть Потому что Я двигаю Ногами землю Я Гнев Я Космос Я Боль Я Вечность Я Морщинки На вашем лице Завтра вы проснетесь И появятся новые Стучи, сердце Стучи Стучи Давай Стучи Возрастное ограничение Спектакля Заткнись И исчезни 18 плюс Возрастное ограничение Спектакля Это я тебе ухо Откусила 16 плюс